После названия «Залог причастий» хочется, наверное, точно закрыть это видео, сказать, что на этом мое изучение русского языка закончено, я лучше пойду. Но все же я вам предлагаю остаться и разобраться, что же такое «Залог причастий», не стоит его пугаться, все очень просто и понятно. С вами Юлия Михайловна, русский язык из школы ТЮЮТР онлайн. Для начала, что же такое причастие? Причастие — это особая форма глагола, которая обозначает признак подействия, отвечает на вопрос «какой?», либо еще вопросы «что делающий?», «что делавший?», «что сделанный?» и подобные вопросы. Причастие образовано от глагола, то есть они внешне очень похожи на прилагательные, даже окончания такие же имеют, но будто пахнут глаголом. Например, прочитанная книга, она, конечно же, какая, но все-таки ее прочитали, есть вот это действие, когда оно есть, значит, перед вами причастие. Залог причастий. Когда вы слышите эту фразу, я вам советую, чтобы перед вашими глазами сразу появлялось два слова «действительные» и «страдательные». Что же такое «действительные» и «страдательные» причастия? «Действительные» причастия обозначают действие, которое предмет выполняет сам. Ну, например, растущее дерево, оно само растет. Вот запомните вот это местоимение «само», «сам». Это очень важно для разграничения действительных и страдательных причастий. Давайте сейчас посмотрим на образование данных причастий, и вы увидите, что кроме значений нам будут помогать еще и суффиксы. Итак, «действительные» причастия в настоящем времени образуются с помощью суффиксов «ущ», «ющ» или «ащ», «ящ», в прошедшем времени с помощью суффиксов «в», «ша» либо «ша». Сразу что бросается в глаза. Обилие шипящих. Шипящих – это спойлер. В «страдательных» причастий не будет. То есть, если вы уверены, что перед вами причастие, вы видите шипящий звук в суффиксе, да, то это означает, что перед вами действительное причастие. Вот такой лайфхак от Юлии Михайловны. Что же еще нам важно знать? Как разграничивать употребление суффиксов «ущ», «ущ», «ащ», «ящ». Ну, мол, четыре суффикса указало, и что мне с ними делать? Те, кто хорошо изучал спряжение глаголов, когда-то там в четвертом, пятом классе, может быть, кто-то в шестом его решил изучить, или в седьмом, но все-таки пришел к этому, то должен помнить, что в третьем лице множественного числа у глаголов есть окончание «утют» у первого спряжения и «отят» у второго спряжения. И, о боже, у причастий эти же буквы. Есть ли связь? Да. Суффиксы «ущ», «ущ» мы будем писать в причастиях первого спряжения, суффиксы «ощ», «ящ» в причастиях второго спряжения. Какие же есть примерчики причастий? Например, «смотрящий вдаль». Он сам смотрит. Это действительное причастие настоящего времени, суффикс «ящ». Потому что «смотреть» — второе спряжение, исключение. Это я вас возвращаю назад. Или у прошедшего времени читавший книгу, то есть «когда-то читавший эту книгу». Я ее когда-то сам читал. Сам — действительное причастие. Выбор суффиксов «в» и «ш» будет зависеть от основы глагола. Нам пока это, честно говоря, не очень нужно. Что же со страдательными причастиями? В настоящем времени они образуются с помощью суффиксов «ом», «ем», «им». В прошедшем — с помощью суффикса «н», «ен» либо «т». Сразу скажу про прошедшее время. Что же делает эта буковка «н» в скобочках? Это означает, что в причастиях может писаться как одна, так и две буквы «н». Это зависит от правила, про которые я вам уже много раз говорила. И если вы вдруг каким-то образом до сих пор не посмотрели это видео, то милости прошу, оно вас ждет. Итак, выбор «н», «ен» или «т» зависит от основы глагола. То есть мы здесь ничего не решаем. Наши знания здесь, скорее всего, не помогут. Но помогут нам знания, опять же-таки, спряжений для прописания суффиксов «ом», «ем», «им». И если с «ом», например, слово «несомый», «весомый», там будет все понятно, то «ем» и «им» возможно вас запутают. Но распутают тоже. Итак, суффикс «ем» мы будем писать в причастиях, образованных от глаголов первого спряжения, так как у глаголов первого спряжения в окончании там была буковка «е». Суффикс «им» мы будем писать в причастиях, образованных от глаголов второго спряжения. Например, слово «любимый». Наверное, никто не думал вообще, что это причастие, но оно причастие, потому что образовано глаголы любить. Любимый кем-то. Я не сама себя люблю, меня любит, да? Значит, это страдательное причастие, суффикс им. Ну и примерчики для прошедшего времени. Например, рассмотренный или одетый. Тоже одетый кем-то, рассмотренный кем-то. Это все страдательные причастия. Помощь вам будет как раз опять это меслимене кем-то. Кто помнит, для действительных это меслимене сам. Сейчас мы с вами научимся находить причастие в предложениях, определять их залог и заодно работать над правописанием суффиксов причастий. Кое-где виднеются остатки тающего снега. Итак, причастие отвечает на вопрос «какой?», а также «делающий, сделанный» и подобные вопросы. Ищем слово, которое будет отвечать на эти вопросы. Тающий снег. Почему это причастие? Потому что снег таял, то есть тающий образован от глагола. Значит, точно причастие. Что еще может вас натолкнуть на эту мысль? Там есть суффикс «ющ». Почему «ющ»? Потому что «таять» — это глагол первого спряжения, поэтому пишем суффикс «ющ». Есть шипящий. Я вас наталкивала на то, что если шипящий в суффиксе, то это у нас действительный залог. И как его еще определить? Он сам тает, ему никто не помогает. Поэтому «тающий» — это действительный залог причастия. Суффикс «ющ», потому что первое спряжение. Следующее предложение. Берег, превратившийся в небольшой овраг. Берег какой? Превратившийся. Он превратился. Есть связь с глаголом, значит, перед нами причастие. Он сам превратился, поэтому это действительный залог. Там есть еще суффикс «вш», который нам это подтверждает. В правоописании суффикса «вш» проблем нет, но могут возникнуть в правоописании гласные перед этим суффиксом. Так вот, гласная перед «вш» будет та же, что и перед суффиксом «ти» в инфинитиве. То есть, если бы у нас было слово «таять», то в прошедшем времени действительный залог причастия выглядел как «таявший», а не «таевший», «таивший» и так далее. Строящиеся дома имели улучшенную планировку. Дома какие? Строящиеся. А по идее, конечно же, они не могут сами строиться. И вот в этом конкретном примере вас по значению данного причастия, вас это может сбить. Но, мол, они не сами строятся, поэтому это должно быть страдательное причастие. Но я обращала ваше внимание на суффикс. Если уж у нас там суффикс «ящ», то это никак не может быть страдательным причастием. Поэтому суффиксы стоит все-таки выучить. Итак, улучшенное – это страдательное причастие и суффикс «ен». Почему две «н»? Вы мне сами можете сказать, почему две «н». Напишите, пожалуйста, в комментариях. Я уверена, что вы видео про одну и два «н» в причастиях точно посмотрели. Ну и, конечно же, я не могу оставить вас без домашнего задания. Итак, на экране у вас появляются предложения. Вам необходимо найти в этих предложениях причастие, написать их в комментариях и определить залог каждого причастия. А я вам дам ответ, правы вы или нет. Чур не подглядывать в соседние комментарии. А с вами был залог причастия, не такой уж ужасный. Ваша любимая школа «Тьютор онлайн», «Русский язык» и я, Юлия Михайловна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и обязательно смотрите наши следующие видео. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!